Кажется, рынок наконец-то нащупал дно. Паника не утихает, но торговые настроения стали более-менее логичны. Инвесторы вновь обращают внимание на статистику. И в этом видео мы рассмотрим список событий, что могут повлиять на движение котировок валютных пар в первой половине этой торговой недели. Начиная со вторника трейдеры начнут получать информацию относительно того, как эпидемия коронавируса отразилась на состоянии европейской экономики. К некоторым выводам можно будет прийти, изучая содержание отчетов с предварительными расчетами индексов деловой активности от экспертов Market Economics. Конечно же, прогнозы снижены, значение композитного индекса странных еврозоны, скорее всего, окажется вблизи отметки в 43 пункта, и это будет историческим минимумом. Особого внимания в потоке статистики о состоянии деловой активности среди стран еврозоны удостоится значения показателя по промышленному сектору Германии. Локомотив европейской экономики уже 14 месяцев находится в зоне спада и ожидается, что показатель вернется к уровням кризисного 2009 года. Такая динамика должна вынудить Европейский Центральный Банк решиться таки на ряд стимулирующих мер, следуя примеру других мировых центробанков. Также с особым интересом инвесторы будут изучать тенденции в секторе услуг Великобритании. Ключевой сектор британской экономики всего два месяца провел в зоне роста. Благодаря прояснению ситуации по Brexit, теперь же британская экономика, как, впрочем, и весь остальной мир, столкнулась с новой неопределенностью – пандемией коронавируса. В Соединенных Штатах уже переходят к жестким мерам. Закрыли штат Калифорния, настоятельно рекомендуют режим Stay Home, в результате чего сектор услуг несет огромные потери. Очевидно, во вторник в расчетах экспертов Market мы узнаем о том, что деловая активность в сфере услуг ускорит темпы падения. И в промышленном секторе тенденция изменится, и вместо продолжения роста инвесторы узнают о возобновлении спада. Однако вряд ли такая информация ослабит положение американского доллара на рынке. Наоборот, признаки ухудшения состояния мировой экономики способствуют росту спроса на доллар. И еще один важный статистический отчет ждет нас в первой половине этой недели. Это данные по инфляции в Великобритании за февраль, которые будут опубликованы в среду. Тут вполне возможен долгожданный позитив. За прошлый месяц потребительские цены, согласно прогнозам, вырастут на 0,3%. Такая новость должна на время положительно сказаться на курсе британской валюты, даже несмотря на ожидания замедления годового темпа инфляции. Инвесторы помнят принятые меры Банком Англии, понизившего размер процентной ставки до 0,1%. Помимо перечисленных публикаций, следует также обратить внимание и на следующую статистику. В понедельник, 23 марта, смотрим на данные по изменению объема оптовой торговли в Канаде, а также на индикатор потребительской уверенности в странах ЕС. Во вторник, помимо отчетов по деловой активности, также узнаем о спросе на жилье в новостройках в США. А в среду в Новозеландии опубликуют данные по внешней торговле. В Германии индикатор, характеризующий настроение в деловой среде, а в США будет информация по заказам на товары долгосрочного пользования. Вы смотрели календарь Форекс Трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ, с вами была я Екатерина Стихина, желаю вам профитных сделок!